Всем привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский, и у меня в руках уникальное устройство Canon PowerShot Zoom. Это инструмент, мечта любого начинающего любителя птиц, потому что это не просто бинокль или какой-то монокуляр, а это электронное устройство регистрации наблюдений. Она может делать как фотографии, так и видео, при этом не нужно быть ни фотографом, ни видеографом, не нужно разбираться, все очень просто. Это кнопка фотографии, кнопка видео, кнопка включения-выключения, меню и зум. Да, самое главное это наличие 100 мм в эквиваленте, 400 мм в эквиваленте, и это честное фокусное расстояние, плюс еще цифровой зум 800 мм, и вы получаете фактически фоторужье вот в таком размере. Его можно в любой карман засунуть, я даже не могу придумать, насколько должен быть маленький карман, чтобы не влезла вот такая вот штучка. Благодаря ее маленьким размерам вы не только не привлекаете внимание людей, которые даже не понимают, что вы делаете, что вы там смотрите, но и самое главное вы не привлекаете внимание птиц, за которыми вы наблюдаете. Да, был даже такой момент, когда я проходил мимо ворон и грачей, и начал за ними вот их снимать вот просто вот так, достал из кармана и снимаю. О, смотрите, два грачата, два. Слушайте, я знаю, как мне надо воронов снимать с помощью вот этого малюсенького устройства. Я у них почти не вызываю подозрений. Ага, я прям снизу под ними стою. Если бы я был с обычным своим фоторужьем и треногой, птицы бы сразу бы шарахнулись и улетели. А вот это миниатюрное устройство не привлекает внимания никого, не очень аккуратных и осторожных врановых, ни тем более каких-нибудь маленьких птичек вроде синицы или воробьев. Но несмотря на такие компактные размеры, внутри встроена оптическая стабилизация, которая позволяет без проблем снимать с рук даже на фокусном эквивалентном расстоянии 400 и 800 миллиметров. Тут даже нет штативного гнезда, то есть нет резьбы. Я сначала подумал, ну как же я буду снимать обзор, будет же жуткая тряска. Но нет, фирменная стабилизация Canon по четырем осям позволяет практически без тряски снимать. Я обязательно буду показывать результаты, которые у меня получились с помощью этой камеры. Честные 400 миллиметров. Честные для данной матрицы. И вот 800 это уже цифровое приближение. Для видео должно быть нормально. Посмотрим. Она снимает на матрицу 12 мегапикселей, размером физическим 1 треть дюйма. Такой размер матрицы позволяет получать достойные фотографии 12 мегапикселей и вполне достойное видео в Full HD с хорошим битрейтом 30 мегабит в секунду. Кадр в секунду тоже до 30 кадров в секунду. На мой взгляд абсолютно обоснованная вот этот битрейт, обоснованная частота и обоснованный размер, потому что видео не занимает много места. Вот в это окошечко вставляется карта памяти microSD. У меня вот 256 гигабайт стоит. Я думаю, если больше поставить, тоже будет поддерживать. И здесь же в этом окошечке, кстати говоря, находится разъем USB Type-C, по которому можно подключить пауэрбанк, и вы без проблем можете даже со включенным внешним питанием продолжать съемку. Я это уже тестировал в домашнем режиме. Все работает. Я с собой даже взял на всякий случай пауэрбанк на 5000 мАч, но он мне пока никак не пригождается, потому что здесь достаточно емкий фирменный встроенный аккумулятор Canon. А если вы знаете, какие делают Canon аккумуляторы, то можете догадаться, насколько этого хватит. У меня до сих пор в эксплуатации находятся аккумуляторы, наверное, десятилетней давности. Вот эти Canon LP-E6. Они уже там менялись LP-E6N, сейчас LP-E6NH. И все эти аккумуляторы у меня до сих пор работают, в то время как аналоги сторонних производителей уже вышли из строя. Так что переживать насчет того, что тут встроенный аккумулятор, я не вижу необходимости. Поначалу я тоже попереживал, что нет штативной резьбы, нет гнезда. Тоже зря. Потому что здесь подразумевается съемка. Здесь нет внешнего никакого экрана. Все настраивается по вот этому маленькому видоискателю. Но он достаточно яркий. У него, по-моему, частота кадров 60 кадров в секунду, насколько я знаю. То есть, в принципе, видишь практически как в реальной жизни. Да, друзья, это было небольшое вступление. А сейчас вы посмотрите первое впечатление вот об этом устройстве. Причем мне пришлось его в достаточно жестких условиях проверять. Но посмотрите, и мы потом вернемся и сделаем выводы. И сегодня отличная погода, чтобы протестировать одно необычное устройство, предназначенное специально для birdwatchеров, тех, кто наблюдает птиц. Этим устройством я уже вчера немного поснимал вот эту штуку. Ночью поснимал. И я обязательно покажу еще кадры, которые я сделал. А сейчас я хочу протестировать ее именно в таком режиме, для которого она предназначена для птиц. Да, ну и сейчас на улице мороз и идет снег. То есть, мы заодно протестируем то, что не задекларируем у Canon. Потому что там сказано, что нет влага и пылезащиты. И рабочая температура от нуля градусов. Но на самом деле Canon пишет это для всех фотоаппаратов, что от нуля градусов рабочая температура. Так что, я думаю, и это устройство должно справиться. Так, ну что, попробуем поснимать здешних товарищей. Так, как это у нас будет выглядеть? Ага, откичилась камера. Спящий режим ушла. Ага, зум 400 миллиметров. Честное фокусное расстояние. Синичка сало ест. Полевые воробьи внизу. Ага, зум 400 миллиметров. Честное фокусное расстояние. Синичка сало ест. Полевые воробьи внизу. Так. Вот так и подразумевается съемка. Все на ощупь. Здесь вот кнопочки управления и снизу. Самое главное, это кнопка зум. Просто нажимаешь одно. Один раз со 100 миллиметров переходит на 400. Второй раз с 400 на 800. И 800 это уже цифровое приближение. Еще раз возвращается к 100 миллиметров. Ну вот так вытянутая рука получается на 100 миллиметров. То есть это явно камера не для влога. Это я сейчас на вытянутой руке пытаюсь снять себя. Я так предполагаю, что только глаза будут в кадре. Ну и звук вряд ли будет здоровский. Вон снегирей. Я их по голосу услышал. И снимаю на видео на 400 миллиметров. Добавим. Так, это у нас цифровой зум. 800 миллиметров. Вот такая варенька. Рядом большая синица. Ест семечки, наверное. Вот снегирь, пожалуйста. Так, это у нас какая-то крупная уточка. Ну я, конечно, знаю, кто это. Сейчас я вам покажу. Клюв спрятал. Гусь Гордей. Это у него имя такое. Обязательно кто-нибудь скажет. Ну а я и смартфоном сниму. Так же, как и на эту камеру. Ну давайте сравним. У меня три камеры. Сзади, две спереди. Так, это вот среднее положение. Где-то там у нас гусь сидит. Вот широкое положение. Среднее. И вот третья камера. Где же там у нас гусь? Где-то, где-то. Где-то тут. Покажу потом. А, вон, вижу, вижу. Вот сейчас. Сейчас в центре. Да. Ну, мне кажется, разница прямо налицо. Так, а вот здесь я смогу точно померить расстояние по карте. Я сижу на противоположном берегу. Сейчас 100 миллиметров. Приближаем. Это у нас 400 миллиметров эквивалентном расстоянии фокусное. И сейчас сделаем цифровой зум. Вот так на 800 миллиметров выглядит кряква на расстоянии, которое вы сейчас видите на экране. Так, ну, давайте посмотрим, как будет вести себя камера на действительно больших расстояниях. Я вот, получается, здесь, рядом с протокой. И смотрю на противоположный берег. Опять же, по карте я смогу точно расстояние померить. Сейчас 100 миллиметров, приближаем на 400. Так, что я могу рассмотреть? Ага. В принципе, можно различить силуэты кряква, голубей. Вот это, по-моему, голуби полетели. Ну-ка. Так, а давайте добавим 800 миллиметров. О, уже тряска заметна, но, тем не менее, смотрите, видно. Видно силуэты и даже, даже окраску видно. Друзья, при определении, при помощи в определении птицы, я всегда говорю, что самый красочный рассказ хуже, чем самая малокачественная фотография, пусть даже размытая, пусть даже в общем плане. А тем паче, видео, на котором изображена птица, и она что-то делает, и вы пытаетесь понять, кто это. Но самое главное, что мне сегодня удалось сделать за полчаса, друзья, прогулки по Царицинскому парку с помощью вот этого маленького устройства, это увидеть, идентифицировать и запечатлеть на фото и видео не только вездесущих больших синиц, более редких лазоревок, но и двух видов, про которые постоянно мне говорят. Вот пропали, пропали воробьи. Не пропали, точнее, может, и пропали местами, но там, где есть кусты, еще они встречаются, я вам их покажу. Ну вот, смотрите, друзья, на 400 миллиметров мы видим в объективе одновременно полевого воробья справа, и самец переместился, вот он, самец домового воробья, и тоже, тоже самец домового воробья. Вот, смотрите, можно еще экспозицию корректировать. Добавил плюсом, чтобы на фоне белого снега не терялись силуэты воробьев. Это у нас самец домового воробья. Так, а здесь на переднем плане кто? То же самое, самец домового воробья. Видите, на голове у него серенькая, а это самка была, это была самочка. А там кто у нас такой? А это Галка. Ну-ка, давай, фокусируйся. Вот, сфокусировалась. Сфокусировалась. Неплохо работает автофокус и стабилизатор. Это 400 миллиметров, вот, зум цифровой. Можно поближе посмотреть. И еще мне зачастую зимой люди говорят, вот, уже 100 лет или 10 лет не видел снегирей. Ну, снегирей надо сначала услышать. А потом уже, по голосу, вы найдете и самих птичек. Они могут доживаться далеко. Но, опять же, вот это нехитрое устройство позволит вам убедиться, что это снегирь. Уж он-то легко отличается. Ну и если вдруг возникнут сомнения, то и их можно где-то показать, у кого-то спросить и уточнить видовую принадлежность. Итак, друзья, общие выводы по вот этому маленькому, на первый взгляд, игрушечному устройству. Несмотря на странный внешний вид, оно дает очень качественную картинку в Full HD, 30 кадров в секунду. И меня приятно удивила работа этой, этой маленькой штуковины, даже в неблагоприятных условиях освещения. Прям было реально темно, снег валил. Сегодня я ее тоже потестировал. Я обязательно покажу кадры с гусями, с галками, с чайками. Есть. Вот, смотрите, можно ли определить по видео чайку. А с ними непросто. Вот 800 миллиметров, цифровое приближение. Так, лапы розовые. Розовые. О чем он это говорит? Вероятно, это серебристая чайка. Серебристая. А рядом с ней кто? О, да это же Чирок. Чирок-свистунок-самец. Вот это номер. А ну-ка, давайте сфотографируем. Да, весит оно всего 145 граммов, друзья. Представляете? То есть оно вообще невесомое. В одной руке держится, управляется очень здорово. И причем я так даже понимаю, что для детской маленькой руке будет еще удобнее, чем мне. Хотя и я уже приловчился и настраивать все, и управлять. Тут даже есть вот это колесико для коррекции. Коррекции у кого есть какие-то отклонения по зрению. Что приятно удивило, то что у этого устройства уже есть и Bluetooth. С помощью него можно связаться с приложением на смартфоне и передавать GPS-координаты фотографиям. И есть даже Wi-Fi, и можно делать удаленную фотосъемку. Единственное, при подключенном Wi-Fi нельзя делать видеосъемку. Не по кнопке, не через приложение. Вот. Возможно, это исправит в будущих прошивках, я не знаю. Но и так, это само устройство, в принципе, оно особо не подразумевает удаленную съемку. Потому что, видите, даже нет штативного гнезда. То есть все делается с рук. Прям идешь вот в кармане. Самое интересное было, что я несколько раз в обед ходил в магазин и брал с собой вот эту штучку. И не зря. Да, вот сейчас не хватает мне плавного зума. Потому что, смотрите, на 100 мм слишком широко. А на 400 мм не помещает с собой птицы в кадре. То есть небоплавный зум в данной ситуации помог. 800 мм в эквиваленте. Поэтому, друзья, что хочется сказать. Я надеюсь, что этот эксперимент Canon удастся. Что он найдет своего потребителя. И в будущем мы увидим более продвинутые модели. Может быть, даже побольше размером. Я, например, сильно от этого не расстроюсь. Но если они добавят в функцию съемки 4К, то это прям вообще будет супер. Да, что мне, наверное, надо в конце еще сказать, что меня немного насторожило. Это все-таки отсутствие вот этого штативного гнезда. Отсутствие возможности дистанционной съемки по Wi-Fi видео. И зум, то, что он фиксированный. То есть нет плавного перехода между 100, 400, 800. Просто нажатие меняется по очереди. 100, 400, 800. На удивление, хорошо пишет звук. Причем получается, допустим, я же держу вот так, снимаю. Я могу говорить. И достаточно близко к микрофону получаются комментарии к видео, которые ты снимаешь. То есть это, на мой взгляд, супер. Это я проверяю, как пишет звук, а точнее голос. Эта большая синица говорит о том, что скоро весна. А сейчас только середина января. Друзья, основную часть обзора я сегодня снял на Canon R5 с объективом 24-105. Так что у меня полная гармония передо мной Canon, у меня в руке Canon. И, в общем, мне кажется, это здорово. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра. Снимаю луну. Локти стоят на подоконнике. Что-то, по-моему, не фокусируется на 400 мм. Так, переведем вниз. Где-то у нас машина. Вот она. О, фокусируется на машине, фокусируется она поближе. Так, что-то у нас еще есть. Вот, царицынская эмблема, где она потерялась. Красота-то какая. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok